Весеннее солнце прогревает воду на водохранилище и плотва вместе с лещом начали подходить к берегу. Однако маховой удочкой с поплавком их пока не достать. Зато это отличный повод расчехлить легкий фидер и проверить как поживает тетушка плотва и дядюшка лещ. В надежде увидеть бойкие поклевки весенней рыбы и отправился на водоем. Всем крепкого здравия, друзья рыбаки! Совсем недавно прошла информация о том, что на водохранилище начал поклевывать лещ. И поэтому, недолго думая, я собрал свой спартанский фидерный комплект и прибыл на воду. На водоеме сейчас абсолютная гладь, абсолютный штиль. Поют птицы, периодически расходятся круги на воде от рыбы. Ну и я в надежде на хороший клев иду вдоль берега до заветной точки. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Прибыли мы на место. Сейчас буду замешивать прикормку. Потом соберу удочку и пока у меня прикормка набухает, немножко тут прострелю дно. Посмотрю, какая структура удонного рельефа. Потом уже заклипсуемся и будем начинать ловить. Прикормку я сейчас замешал. Она у нас тут настаивается. И я вам хотел рассказать про удилища фидерные бои. Так получилось то, что достаточно большой промежуток времени я не замечал то, что рыба под названием лещ ходит за мной по пятам. На хвост я ловил леща на 3 кг. Потом на зимних рыбалках окунь льет, а вот под лещики попадают. Ну и в общем как-то так получилось. Пришла мне в голову мысль о том, что я зря бегаю от этой рыбы. И я приобрел себе два фидерных удилища. И с собой сегодня на рыбалку я взял самое легкое. То есть это Salma Elite Feeder 40. Но по факту я бы сказал то, что это пикерное удилище. Такое, знаете, деликатное. Оно достаточно быстрое. То есть это спортивное такое удилище. Это не лапша. И ввиду того, что это удилище от Salma, поэтому оно и не стоит каких-то таких космических денег. Так же тут в комплекте получается идет тубус со сменными вершинками. Ну вот они идут. Получается зелененькая и желтенькая. Хорошая удилишка. Нечего тут в принципе и говорить. Вон примерно в 20 метрах от берега косорожка плавится. Так что я думаю, что хотя бы мелочевка-то сегодня должна, по идее, подергивать. Ну по крайней мере, я на это надеюсь. А так вообще красота наводит. Так, ну давайте проверим, какой кювертип у нас тут самый мягенький. Охлёточку вот этой рукоятки я снимать не буду. Почему не буду это делать? Потому что фидерная рыбалка, рыбалка грязная. Вот. И поэтому такая лучше будет так. Потом, когда сама слетит, камеру сниму. Так, есть вот у меня тут еще такая интересная коробочка моя, выливая. Ну, об ее содержимом я вам что-то позже расскажу. Сейчас мне надо сначала по-быстрому пробить дно. На дальней дистанции выброса идет иллистое дно с мелкими дунными препятствиями. И потом пошел вот пижинка вот посуд. Видите, как дрожит уже все. Вот уже пошла галька. Сейчас поставим кормушечку. Побольше. Так. Давайте я вам сейчас немножко расскажу о содержимом моей коробочке. Что у нас есть внутри? Значит, карабины с застежкой, крючки разные, леска для поводков. Ну вот, в данном случае, леска для монтажа. Значит, в оснастке несимметричная петля. Но, как бы в идеале-то надо флюорокарбон. Ну, 0,3. Но не было флюорокарбона, поэтому взял вот просто обычную леску. Дальше маркерные грузики. Ну, обычные груза, которыми я прощупываю дно. Вот такие. По-моему, по 8 граммов они, что ли. И различные кормушки. Кормушки идут практически все, которые у меня тут есть, идут с крыльями. Вот с такими. И они пластиковые. Для того, чтобы можно было очень легко вытаскивать кормушку на поверхность лобби. Чтобы все это не утяжеляло снасть в целом. И поводочница с уже готовыми поводками с крючками. Для того, чтобы на рыбалке просто-напросто не терять время, если вдруг произошел обрыв или еще что-то в этом духе. Просто снял, поставил и спокойно рыбачишь дальше. Вот, в принципе, и все. Ничего тут сверхъестественного нет. Да, и вот на шести кормушках у меня здесь уже готова, получается, оснастка. Вот она, несимметричная петля. Вот такая, без всяких хитростей и нудростей. Начну я, пожалуй, с тоненького поводка, длиной примерно 40 см. Потому что неизвестно, как сегодня рыбка клюет вообще, не клюет. Так, один. И второй. Ну и все. Сейчас забьем кормушку и запулем первую лосточку. Вот, по-моему, кто-то попал. Сорожка. Сорожка попала. Сорожка попала. Сорожка попал. Продолжение следует... 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 начал моросить дождик ветерок я пришел на точку на первую вот уже вроде как подтыкивает нет, есть кто то есть пузатенькая такая лодочка вот в поле в поле и и и и и и и и Только затянул, сразу езжу. Колбаса красноглазая. Четыре. Огонь. Бутерброд. Бутерброд. Клевет, кревет. Есть, нет? По-моему, есть. Пожрать? Нет, сосла. Это собачка. Пожрать спокойно не дает. Может, она тоже колбасы хочет. Клевет. Клевет. Дикая кропохлевка была. Бу-у-у-у. Толстуха. Толстуха. Пересел я спиной к дождю, чтобы не мочил камеру. Клевет. Клева, как какая-то... ....когда сначала дудыринс, а всё тишина. Я не потёк. А она, видимо, уже затеклась и там сидит. Далее Далее Вот это колбаса. Мощная такая. Шары на выпучку. Она, наверное, обалдела, когда красного опарыша Сейчас я вам покажу, какую рыбку я сегодня поймал, но потом мы ее отпустим. Рыбка, рыбка, рыбка. Вот она рыбка. Сорожки. Они, конечно, не крупные, но, как по-боевому, они клевали. Ну, такие девчонки. Казатенькие. Еще пока не все шершавые. Видимо, водичка холодная, поэтому она вдалеке и держится рыбка. Все. Ну, такие. Давайте их отпустим. Пошли, родимые. Это какая-то побитая. Видимо, ее кто-то ел. Давайте. Улепетывайте. В следующий раз зовите лещей. Ну, кушай сюда. Ну, что, друзья, рыбаки. Дождик, судя по всему, зарядил надолго. У меня уже окончательно промокли все вещи. И я думаю, что пора уже сматывать удочки, потому что у меня уже камеры начинают работать на износ. Я надеюсь, что в этом видео у меня получилось передать вам несколько достаточно таких быких, хороших, красивых поклевок. Работал сегодня бутерброд из двух опорошей, из красного и белого. Прикормку я использовал темного цвета. Оснастка у меня была не симметричная петля. Ну, и у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео.